Ну и я в какой-то момент достал воды попить чуть-чуть, потому что это сказал людям, потом попил воды и ко мне подходит девчонка администраторша, вот так вот смотрит на этикетку и говорит по нескольку раз бутылку используешь. Она обратила внимание вот на эти складочки, а так и есть. Потом она посмотрела вниз и говорит ой, горячую воду сюда наливал. Серьезно? Ну и вот таким образом. О, подожди, тут еще дырка есть. Меня зовут Антон, и как бы еще неделю назад я думал, что сегодня вечером буду смотреть фильм ужасов паранормальное явление 5 в 3D, но потом как вот ребята предложили в стендапе поучаствовать, ну я подумал, прикинул. Ну и собственно говоря, какая разница где обосраться, как говорится? Здесь со своим стендапом или в кино на фильме ужасов? Мы сейчас обсуждаем то, чем мы можем обсуждать. Да. Мы говорим о том, что им нельзя рассказывать в сумме. Да это смешно, что все хотели что-то выложить со съемок, но потом всем сказали, что может быть это даже не выложат. Это не смешно, это очень похоже сейчас на все свадьбы. Типа все очень хотят выложить фотки со свадьбы, сторис какие-то, ну типа... Типа нельзя же. Нет, мне вот интересно, вот если кто-то выложит видео со свадьбы, обэповцы сидят, короче, в инстаграме, с ними ОМОН, спецназ на вертолетах. Ну как в GTA 5 звездочек сразу создается, и там типа счастье, здоровье, типа... ВСЕМ ЛЕЖАТЬ, СУКА, МОРДЫ В ПОЛ! Заведает отверт. Ну и все естественно думают, что это... И там между этим кричат СССЬЕ, СДОРОВЬЕ! Вы двое счастья, здоровье, а все остальные морды в пол! Ну и знаешь, все с уверенностью сидят, такие, да нормально, это один из конкурсов Батухана. ЭТО ПРАНК! Да. Сейчас... Не-не-не, а потом люди через 6 часов в КПЗ такие, это пранк? Не-не, а вы же помните, да, типа... Вы же тысячных заказывали же этих, типа ОМОНовцев, типа, что они все... И начинается музыка, они такие... А-а-а-а, хэппигги... Все такие, а это розы! Ну мне кажется, что это до сих пор работает. Все седые гости такие начинают смеяться... А помните этот вот с тортом? На торт выронить обязательно? Да. Так это было даже пару лет назад. Это было в прошлом году, да? А расскажите, что... То есть, типа, идет человек, роняет торт, и все? И все такие... Ну, типа, нагоняется атмосфера, типа, праздничный торт. Ну да, а-а-а, сейчас будет, сейчас же! Выходит какая-нибудь... Так, короче, 20 килограммов там, в них с невесты тащит. Да, выносят два плотных человека, нет, ну, или как-то, да. И в какой-то момент все падает. Я вел свадьбу, и это было, и это было по-настоящему. Просто они рукожопые оказались, и все такие, это пранк, они такие... Нифига... А в этот момент официантка бежит в ближайший супермаркет за полоской, знаешь... Да, это был пранк, вон там полоску выносит. Да, смешной пранк, жаль, что только дядя и тетя... Мы продаем первый кусочек свадебного казина? Да. Ну, это профитройка, а тестью, и он так зубами ловит ее. Ну, я подхожу к стену с презервативами, начинаю смотреть, ну, где там какие мои, моих нет, начинаю рыбать. Кассирша, в общем, освобождается, подходит ко мне, начинает внимательно за мной наблюдать, ну, вот сюда, чтобы оперативно обслуживать. Вот такие вот, такие вот. Ну, вот. И в этот момент, в общем, мой друг опускает мне голову на плечо и говорит, бери с пупырышками. А у нас какая тема? Юмор, 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 юмор. Торт-полоски, скандинаки, вот эти слепленные семечки. Мы с помощью торта-полоски так аккуратненько выстроились этот путь в тему юмор. Да, вот бы здорово было бы, если бы кто-то у нас юмором еще зарабатывал. Ну да, кстати, это вообще в целом... Сергей. Вы как на меня посмотрели, я вдруг резко вспомнил, что я же в Иркутске, где... Нет, кто не знает, Серега бросил Иркутск год назад, переехал в Москву, чтобы... Вернуться. А до этого, чтобы писать стендап, писать сценарий и покорять всех своим юмором. Ну, вы же поняли, что я вернулся вообще в удобный момент, чтобы свалить все на пандемию, а не на отсутствие таланта у себя. Типа, это не Москва меня принял, там просто болезнь. А ты когда вернулся? Типа, это, конечно, пандемия. А сколько я сценариев написал? И они все были про здоровье, про то, что человек не может заболеть. Никогда не попался к теме вообще. Последние 100 серий Малышева писал я, да? Да, я писал, что вы не заболеете никогда. Кстати, вот мне интересно, не все же понимают, да, что от Малышева есть же авторы определенные. Такие же КВНчики, там, как ты, которые все это пишут, вот так вот, типа, отдельно прописывают. И вот давай поженимся. И вот я хотел бы, реально, познакомиться с этими людьми. Типа, лечим геморрой майонезом. Ну, типа, да. И они такие, значит, смотри, ты геморрой, да, а это костюм из майонеза будет, да? Мне кажется, любят те самые КВНчики, которым просто отпустили больше, так сказать. И сказали, делать вообще что хотели. Нет, это те КВНчики, которые работали реквизиторами. А-а-а. Типа, нам нужен костюм Кишки. Есть. Есть. Ну, у нас в этой, в лампе был в полуфинале номер. Мы играли Кишку. Его и покажем. Мало что, в жюри тогда сидел уже раз. Блин, реально. Но это, мне кажется, лучшая работа, которая может быть в плане именно... Юмора? В плане юмора, да. Ты не ограничиваешь себя ничем. Мне кажется, первые 100 серий прикольно, а потом думаешь, что мы сейчас будем снимать. Да, ты ограничиваешь только анатомию. И во всем остальном ты можешь, в принципе, что угодно делать. В каких проектах телевизионных, Сереж, ты участвовал? Господи. Так, я участвовал в телевизионных проектах. Кстати, слово «телевизионный проект», это перестало звучать круто. Как будто звучит, типа… Телевизионный проект… Он работал… Утренняя звезда. Да, он на утреннем шоу работает у нас на Аисте. Утренняя почта. Телевизионная карьера моя началась, когда нас приглашали на Аист с выступлениями. Несерьезно. Ну ладно, шучу. Короче, я работал в продакшене, который придумывает проекты для СТС. Он назывался «КВН продакшен». Я там работал 8 месяцев. Девять. Да. И, типа, ну, наша задача была придумывать какие-то шоу для СТС. И… Но мы постоянно спотыкались об редактуру внутри СТС. То есть, там, все время был написан какой-то проект, там, какое-то определенное количество серий, там, или каких-то эпизодов. И это все время как бы не одобрялось на самом канале, и мы переделывали. Вот на это я потратил последние 8 месяцев своей жизни. На неодобрение. На неодобрение со стороны, да, как бы. Ну, главное оплачивалось же все. Ну, оплачивалось, но ты знаешь, это… Во-первых, это не такие большие деньги. Во-вторых, это… Когда ты, как правило, работаешь с каким-то сценаристом или в юморе где-то, ты делаешь, в первую очередь, это не из-за денег. Потому что, если из-за денег, то это странный выбор. Он, как бы, не такой сильно перспективный, как там какой-нибудь бизнес или все что-то. Ну, сколько? Сколько ты зарабатывал? Как ты резко пришел на этот вопрос и даже на предыдущий не успел ответить. Короче, я, наверное, не могу говорить. Ты можешь сказать, типа, может быть, сто, а может, двести тысяч? Ну, вот в нашем продакшене люди столько зарабатывали, но я чуть-чуть поменьше, потому что я был там как новичок. Сто тысяч? Ну, даже меньше, да. А, ты в тысячах говорил? Я думаю, сто, сто тысяч. Да, то есть, ну, деньги реально, ты в Иркутске, когда работаешь ведущим, я вот здесь зарабатывал даже, может быть, побольше. У меня есть друг, он искупался от крещения и серьезно заболел. И вот это неудивительно, потому что мусульмане должны знать свое место. Слушай, а вот Гузеевой тоже пишут, крончики? Гузеевой? Да, да. Там везде же есть редакторы на любой передаче, есть редакторы, авторы, которые придумывают какой-то сюжет небольшой, историю, приглашают артистов. Нам же смешно звонили как-то с «давай поженимся». Предлагали? Мне позвонили, да, сказали, вот мы хотим, чтобы Семен Сколозубов из креативных собак съездил к нам, давай поженимся. Я такой… А почему не я? Не-не, я такой, ну вы в курсе, что это выдуманный человек? Ну я почему-то решил правду сказать, я не знаю. Ну мне потом уже все сказали, так ты бы согласился, приехал, но я как-то не был настроен на этот пико. Мне звонили тоже за поженимся, да, и говорят типа «Здравствуйте, вы знаете Эдюка Сибирского, это ангарский блогер, это как монгол, только вот ангарский». Он говорит «Вы знаете Эдюка Сибирского?» Я говорю «Нет, не знаю». Я говорю «Вы нас обманываете, мы знаем, что вы его автор и продавливает это, нет ничего страшного, вы его продюсер и так далее». Я говорю «Это не я». Они такие «Ну, Виктор, так и так». Я говорю «Это не я, все доброе». Ну ладно, Виктор, ну ладно. Ну переставить, типа, окей. Да, не надо. Мы знаем, что за ним стоит, типа, кто-то из кровейничков. А почему они за него стояли? И типа они, наверное, такие нитки, такие красные. Там на меня все скатило. Там почему-то все на авторийского вейксерфера смотрится. Было бы смешно, если бы они такие в белых рубашках, и зачем-то у них кожаная кобура, и он такой курит. Такс, не подходит. Убирай нитку. Убирай фотографию, это не он, да. И они почему-то думают, что Эдюка Сибирский – это порно-актер. Имя идеальное. У него должен быть такой сибирский подход к сексу. Такой же есть, наверное. У него тут вес должен быть на этом. Я не сибирский подход. У него такой подход. Я псковский знаю. Псковский мы все знаем. Это легендарный. Типа, будем трахаться на морозе. Ну, возможно. Смотрите, опять туда. Секс на морозе – это, кстати, смешная тема. Но я буду обсуждать сегодня или нет? Давай. Кто первый начинает? Ты? Не-не-не, я был опытом. Я их тоже не пробовал. Ну, все, тогда идем дальше. Сижу как-то в клубе с девушкой спорю. Ну, как в клубе? В дикой лошади. Ну, как с девушкой, женщиной? Кто в семье главный? Мужик или женщина? Я говорю, ну, естественно, мужик. Она говорит, а-а-а. Ты можешь быть бесконечно прав. Но какой в этом толке твоя женщина плачет? Мама сита, синьорита. Один взгляд, и твое сердце разбито. Лучше не играй со мной – это опасная дилемма. Иди своей дорогой. Я проблема. И тут меня че-то переклинило, я как ебаный. Переехал я как раз в марте в Москву, выступил там на основном фестивале, но не прошел в сам проект. Просто выступил. И после этого как бы начал заниматься им посерьезнее, чем в Иркутске. Стал ходить там на открытые микрофоны практически каждую неделю. Там есть возможность выступать больше, чем здесь. Сколько раз в день? Ну, там максимум, что я три раза в день выступил. Но это, на самом деле, там есть комики, которые выступают по семь, по восемь раз в день. То есть они вот так вот выходят, и у них четко там расписано 6, 6, 37, 7, 30, потом там ночной микрофон. И вот они прям за вечер успевают там выступить минут сорок. Ну, то есть это прям вообще супер, очень много времени. Ты в Иркутске выступаешь, у тебя 40 минут, получается, за месяц. Это и то, если ты будешь там стараться. Ну, прикос надо в том, чтобы обкатать материал. Ну, вот это получается, что юмор уже переходит в категорию того вида искусств, которые надо обтачивать, надо… Мне кажется, сейчас как-то серьезнее к ним начали относиться, нет? Типа раньше вот можно было выйти, типа, ах, я там в шутке умею шутить, прочитать парадеют, норм. А сейчас уже видишь, что такие обкаты продали. В целом так как бы… Да, раньше так тоже было, потому что даже команда КВН, которые, в принципе, там какие-то чемпионы… Они все материалы обкатали в других лигах. Они очень много выступали, да. Хотя я смотрел там подкаст, где Тимур Кординов рассказывал, что КВНчики мало выступают, но некоторые КВНчики выступают до хера, потому что у них есть, помимо там выступлений, куча всяких редактур, каких-то показов, каких-то концертов. И вот когда ты очень много выступаешь, а когда ты играешь в какой-нибудь высшей лиге или в премьер-лиге, сейчас ты вынужден там каждую неделю точно где-то выступать полноценно. И с учетом там каких-то постановок, редактур, репетиций у тебя тоже много получается выступлений. А то-то, если объяснять обычным людям, которые вообще не шарят в юморе, можно провести аналогию как на праздниках есть тетя, которая уже много лет подряд рассказывает один и тот же стих. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. И она получается обкатала этот секретарь. Первый раз читала, потом говорила наполовину наизусть, потом читала и потом поехали. Но фишка ты знаешь в чем, что многие вот эти люди, которые поздравляют, несмотря на то, что они заходят, они продолжают рассказывать. Сколько раз видел, да. Да, как бы люди со стендапом. Ну да, в целом, я конечно соглашусь, что на стендапе ты намного больше, со стендапом намного больше выступаешь, намного больше практики, чем с КВНом. Но есть разные команды КВН. Наверное, подытожим. Юмор это то, что нравится большинству. А чтобы узнать, что нравится большинству, необходимо обкатывать очень много. Да, очень много обкатывать. Исследовать. Интрана ходил на курсы по пикапу, но мой друг сказал, что это полная ересь. Ну и я переубедил его там. Взгляд. Пару подмигиваний. Ну и в конце поцелуйчик жаманный. Ты сам-то как к этому пришел? Ну типа, к тому, что ты реально решил... Я автор. Да, что я буду заниматься тем, что буду что-то писать, что-то придумывать, что-то как-то... Это из КВН все пошло? Да. Наверное, это скорее от того, что я особо это больше ничего не умел. А это вроде как что-то получается. Со школьной лиги КВН. Сколько лет у тебя было? В 16 лет я начал выступать. В 16 лет мы в 10-м классе начали, собрали команду свою, начали играть. Легендарная команда под названием? 115 кг у нас была команда. Мы, кстати, серьезно играем. То есть, мы прям за месяц собирались практически. Я пожаловал игры, честное слово. Я вообще ходил на все игры. Спасибо. Я не могу таким же похвастаться, потому что я жил в Бадайбо. Вы не настолько популярная команда, чтобы про вас еще... Мы реально были такой командой, которая, знаешь, не так, что вот мы хотим потусить, мы хотим что-то еще... Мы прям реально такие работяги за таким столом садились. Сейчас так не только играет. И тогда, наверное, стали меньше играть. Сейчас и КВН как-то уже немножко... К сожалению. Сейчас как раз-таки работяги, мне кажется, ушли в стендапы. Да, вот работяги. Кстати, прикольная, да. Интересная мысль тоже. Я про это не думал, что... В этом году работяги ушли в Яндекс.Иду? Все работяги почему? Нет, сейчас все работяги на фриланс куда-то ушли просто, чтобы... Давайте поговорим о таком проекте, как Comedy Battle. Comedy Battle? О, баттер. Давай привести на тебя внимание немножко. Да, баттер. Представитель. Ребят, давайте сразу скажем, что мы ошибочно не акцентировали вообще баттеры в этом шоу, потому что сегодня он выглядит как хедлайнер в целом всего города. Потому что... Покажи шоу. Покажи, да. И там люди сугубо все в черной одежде. Все мешки. И пришел ты. И тут я вот залетаю вот такой вот. Как тюльпан на весь мою мать. Да, 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 вот. В леопардовых шортех. Ты пришел с кадром, кажется? Так, ребята, что тут давно у Куцка? Где маршрутка? Так, короче, про Comedy Battle. А все почему? Потому что когда-то в каком-то году ты... Угни леопарда? Ты подвязываешься? Да, я пытаюсь. Это так, как будто я вот так буду смотреть. Короче, Comedy Battle это очень крутой проект. Мне кажется, это тот же КВН, только модифицированный, проработанный, продуманный, комфортный для артистов. И платить не надо. И платить никому. И не надо, да, вот эти членские взносы. Типа, мы ходим играть у вас, берите 400 тысяч, пожалуйста. Там нет такого, то есть... Раньше в Comedy Battle даже платили суточным. Сейчас не платят. Но там, как бы... Или раньше в гостях. Продакшн тебе, да. Сейчас продакшн оплачивает перевед, проживание. Ну, потому что опять же такая ситуация. Comedy Battle, мне тоже кажется, немножко отошел на второй план. А вообще сейчас существует? Да, конечно. Comedy Battle, он идет волнами. Самородки смешные люди, авторы, они не каждый год рождаются. То есть, год через год получается. Был Comedy Battle, когда вот он только появился. Оттуда люди пошли. Потом два года затишь, потом еще раз. Потом еще раз, потом опять затишь. И вот сейчас непонятно. Короче, от людей зависит, да? Все зависит от людей, да. Я просто в тяжелом сезоне был. Там Лена Блина, Ирина Мехова, Зоя Равицына, Джабраилов. Чеченцы были, да, вот. Там были это, как... Просакена Газизовича, Кыргызы. Белорусов было очень много. Русских вообще не было. А? Русских вообще не было. Да, в Москве. В Москве же было. Кстати, серьезно, в Москве было мало в финале. Русские и судили. Да. А кто там? Получается, все, кто в финале и про полуфиналь были, они вот сейчас, в принципе, кто-то где-то пишет и уступают. Ну, таких. Ну, у тебя реально был сильный сезон. Да. А самое смешное, мы с другом Майюшей Союша поехали просто посмотреть на кастинг. Случайно прошли в первый тур. Потом случайно прошли во второй тур. И чисто случайно прошли в полуфинал. Чисто случайно ты выбрал эти шорты. Да, да, да. Чисто случайно. План максимум был выполнен. Если бы мы знали изначально, куда мы едем, мы больше готовились, больше было. А почему не пошли во второй сезон в следующем году? Не помню. А, потому что Аюша в КВН ушел. А ты хотел, да, еще выступать? Да. А в Соло. Кстати, а расскажи именно момент, как ты готовился к Comedy Battle, там какие-то крутые истории были, что ты приезжал в ЛНД. Там собрал материал. Вообще, шутка, за которую нас взяли в принципе в первый тур, это был мы просто похабный анекдот превратили в миниатюру. И креативный продюсер очень сильно засмеялся. И все сразу, да? Да. Не-не. Когда типа подскажите, как он выключается. А, так мы с тобой его на кастинге поговорим. Про вибратор в жопе, да. А, подожди, стоп. Мы же вообще с тобой на кастинге. Да, 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 да. Ты в курсе? Обнулился. Изначально мы должны были с Сережей, а потом Агафон посмотрел и сказал, слушай, Баттер, возьми второго бурета, там интернациональные дуэты не доходят до финала. Блин, понимаете, мы живем в то время, когда в юморе есть тактика. То есть, чтобы... Да, тактика есть. 100%. Чтобы что-то сделать качественно. Вы заметили, да, вот эти интернациональные дуэты вообще не доходят до финала. Потому что русские тащат под дно всех. Нет, потому что это визуально не смотрится. Майлян и Офер. Так он уже все, он австралийский. Мы как в это... Подожди, так и ты не совсем русский. Я француз. Виктор Зизюля. Ты как-то... Зизюля это кукушка, белорус по-белорусски. Да. Получается, как в анекдоте встретились, армянин, еврей, белорусы бурят. Вот русский снимаю. Катались с другом на велосипедах и сняли проституток. Спасибо. Спасибо. Русский во всех этих анекдотах, он всегда самый смекалистый. Такой самый, да, самый классный находит выходы. Согласитесь, что это как-то на нас ментально отразилось. Ты взрослеешь, и у тебя всегда как-то русский, значит, он какой-то сейчас вот, как-то он выдаст так все, выкрутит. А он ни хрена не крутит. Нет-нет-нет, это отражается даже в универе у нас, да? У нас же наш авось, в последний момент мы сейчас все сделаем. Знаешь, это мы такие забили и ждем, что нам как-то выкатит. А так и получается. А в анекдотах русские, они наоборот, они такие сами все знают. Ну, он как-то под конец тоже. Он, знаешь, на всех остальных... Все косичнули, и он в конце такой. Да, это как этот прикол. Я думал, что, ну, у него француз спрашивает, типа, что мне делать как-нибудь таким же смекалистым, как ты в этих анекдотах. И мой русский отвечает, ты просто всегда в конце отвечай. Смотри на какую-то закономерность, определяй ее и выдавай как бы свой верс. Мне кажется, это прямо отражается на людях как будто бы из-за вот этих, в частности, анекдотов. А это, скорее всего, наоборот. Это было изначально в менталитете заложено. Ну, то есть, согласитесь... Смотрите, анекдоты тоже какая-то мудрость, да? Это тоже какие-то наблюдения, мне кажется. Конечно. Ну, вот я, кстати, перестал... Смеяться над анекдотами? Нет, это я продолжаю делать ежедневно и, собственно, сделать... Вот и его конечно. Календарь с анекдотами. Переворачивать и три анекдота. И утро начинается с этого. Нет, я про тему хотел еще, кстати. Мы, наверное, скачем по темам. Нормально. Собственно, мы вольны делать, что хотим здесь. Я про то, что... про менталитет. Вот эта тема с менталитетом. Как будто бы она слишком переоценена в нашем обществе. Все вокруг. Любой косяк или любую какую-то... Все такие, ну, это просто наш менталитет. Это какая-то отговорка, знаешь, вообще... Мало того, это не только еще отговорка. Это еще такая штампованная вещь, Которая... Ирлыки вешаются всем подряд. Вообще бесит ерунда. Вот это вот, ну, классика там. Да потому что он бурят. Это, ну, вообще... Самое прикольное, я могу сам так сказать. Я же бурят. Ну, вот именно. Это плохо, по идее. И так, и так. Мне тоже это не нравится. А я жестко себе против этого. Я вот на 0,3 номерах, почему я езжу? Почему я езжу на 0,3 номерах? Ну, чтобы люди не задавались вопросом. Они даже не обгоняют, они сразу едят. Что-то бурят. Да ты такой, кого я обгонял? Причина, остановка! Давай, эй, уйдем. Иди сюда. Нет, реально, менталитет. Как будто нам нужно, чтобы в какой-то момент, где-то там, по телевизору на первом канале выпустили новость о том, что менталитета не существует. Нет! И волосы так рут. Да, репортаж, что это все какие-то стереотипы, которые вы сами себе придумали. Типа, что, ой, да русские всегда воровать будут. Ой, сука, это все на менталитет. Ты же понимаешь, что все равно хоть мы и говорили, потому что его не существует, но он есть. Единственное, где он размывается, замечательно, допустим, ну вот, города, которые притягивают мультинациональности, это Москва, Нью-Йорк, Шанхай, Галявив, вот там они все одинаковые, но мультинациональные. Вот там штампы вообще не действуют. Такое ощущение, что лишние люди из регионов вырываются и, типа, менталитет сжимается, и он выдавливает, типа, ну, людей, которые не подходят под менталитет, и они стекаются в те города, которые собирают таких же никчемных, ну, никчемных постановлений. Конечно, никчемных, типа, никчемных. Никчемных, да. У меня есть друг, который до сих пор продает микронаушники. И прям в топе вот, чаще всех, то есть, ну, больше всех у него покупают, угадайте, кто? Буряты, да? Просто... Угадайте, из какого вуза? С народом. Нет. С медом. С медом. С медом покупать буряты. Просто, если вы когда-нибудь в бохоне сломаете ногу, Сука, терпите до Иркутска. Просто терпите до Иркутска, бурят. Пожалуйста, бурят. А я еще заметил, у каждого города есть, типа, сборная, топ, куда они переезжают. Допустим, из Читы очень много переезжают в Москву. Из Улан-Удэ почему-то преимущественно в Питер переезжают. Из Иркутска в Сочи. Да? Да? Я здесь? Не знаю. В Краснодар, может быть. Да. В Сочи, Краснодар. И, опять же, наверное, типа, здесь уже сжимает нуталитет, а климат сжимает. Из Ангарска в Иркутск. Ну, там близко, потому что ты идешь. Климат сжимает, и все такие, типа, нормально, не холодно, не холодно. И тут один такой, не могу. И его в Краснодар. Опять же, здесь такая схема какая-то, такая интересная. Вы же думали о том, что хотите переехать? Да. Постоянно. Ну, я осадил в последний год. А ты все, да? Прикинь, почему? Что тебе осталось? Завтра. Денис Бук же говорит, что Иркутск притягивает. У меня на Январске каникул была очень сильная идея фикса. Посетила вообще покинуть страну. А, я до первого числа такая фига. Подожди. Какая мысль у всех проскальзывала в последний год. Седьмого числа, там 12-го, потом 24-го, потом 48-го. Когда переносили и что? В серых шелково года. В серых шелково года. В серых шелково года. Самоизоляция? Вот. И у меня идея есть. Наверное, когда-нибудь осуществлю. В Индонезии, на Бали, очень много веганов. Короче, там есть одна хинкальная. Туда. На весь остров. Да, на весь остров. И туда огромная очередь. Это единственное место, где люди могут поесть мясо. И держат ее. Русские. И это. И туда же тоже ездят мясоеды. Вот. Чисто для мясоедов. Открыть поздно и пельменную. Существует очень много разных имен. Тупых. Ну вот, прям вот, number one в мире тупых имен это вот монгольские имена. Причем, number one это тоже монгольские имена. Вот. Подождите, а вот стендап это же сольное выступление с монологом. Ты что, ты решил на юкипедию включить? Юмористическое. Ну да, просто уходишь, расскажи. А вот, допустим... Кривое зеркало тоже стендап? Нет, не Кривое зеркало, а допустим... Жванецкий. Жванецкий. Жванецкий тот же. Ну, монолог. Ну да, в целом можно назвать стендапом. Он просто читает с бумаги. Блин. Я забыл, как зовут комик, который постоянно говорит, задержите дыхание, задержите. Вот сейчас приготовят, готовы. В принципе, тоже стендап. Подожди, кто? Ну, Задорнов. Задорнов, да. Тоже стендап. Ну, в целом, я думаю, что да, можно назвать стендапом. Потому что человек вышел на сцену один и рассказывает шутки, веселит зал. Марк Твен еще начинал такие делать вещи. Он рассказывал какие-то истории. И это можно назвать стендапом. Кривое зеркало тоже стендап? Ну, там есть, да. На самом деле тоже это постепенно люди начинают переосмыслять вообще кривое зеркало, аншлаг. Геннадий Хазанов. Потому что, да, у тебя из АКВ на какой-то стереотип с детства сложился, что это вообще... Мы начинаем. What the hell? Это вообще что-то, знаешь, типа, что этот Петросян? Фу, а мы сейчас выйдем вам, закатаем немножечко рукава, включим пост. И все, и потом поедем все вместе на автопаде пить водку безостановочно около 6 часов до 7 утра. Но на самом деле, если посмотреть некоторые выступления Петросяна, там есть реально очень смешные штуки. Там Хазанов. Ну, Хазанов еще до этого был. Да, но в целом, короче, тоже люди начинают переосмыслять постепенно. А что переосмыслять? Юмор это то, что как бы смешно, дай бог большинству. Просто где-то ты в меньшинстве сидишь, и тебе это не смешно. Это может быть кривое зеркало, ты сидишь в меньшинстве. А большинство, вот, кадры типа людей, помните? Скрины людей из кривого зеркала. А, у меня в телеге до сих пор есть это. То есть, допустим, сами люди над этим не посмеются. А меньшинство, которое не любит, посмеется. То же самое, там, самое приятное, быть в большинстве в юморе. Меньшинство, и чем меньше меньшинство, тем андеграунднее становится это дело. Ну, в итоге я поступил на информатика, потому что решил, что трахаться это не мое, и... Ну, это как бы не мое решение, это наше совместное, это решили прыщи, любовь к аниме и жизнь с бабушкой, вот. Ну, это как батя за столом, он всех разносит своими анекдотами. Он король вот внутри этой тусовки, конкретно на этом дне рождения. Ну, если этот же батя выйдет в стендап, и выйдет, допустим, в стендап, он, скорее всего, тоже разнесет. Давай в другое место, давай поместим его туда, куда этот батя не зайдет. Нет, плохой пример, он зайдет везде. Давай не того, кто не... Кто-то знает, ладно, в кругу друзей там... Батя чисто иркутский Луисикей такой, да? Да, в кругу друзей он везде, в общем. В кругу друзей, тип, которые... Да, вот мы ездим на тусовку, я, короче, бликини, мы такие, ха-ха-ха, вот эти все, знаешь. Вот он рассказывает, но в то же время он там выйдет на сцену где-то, это уже будет не смешно. Получается, он попадет не в свой этот, один процент, не в свой этот. Он, получается, тоже андеграунд-комик, что ли? Он тоже андеграунд считается, да. У него просто указывает свой андеграунд. Он андеграунд именно среди одногруппниц. Одногруппниц своего сына. А еще крутая штука, которая... Давай я разберем его. Короче, это тоже самая аналогия с искусством была. Когда появился постмодернизм, все такие, что это такое? И группа не думает, что такие, вау, постмодернизм, смотрите. И потом начинается, он начинается увеличиваться, да? И постмодернизм перестал быть, ну типа андеграундом. И те, кто начинал, они такие, это уже не то. Это уже попса. Как только твой андеграунд становится чем-то популярным, это остается попсой. Это классическая история с Павлом Волей. Это же его прям идеальная история, идеальный путь. Он же начинал, ну конечно, он же начинал издеваться над звездами, которые сидят на камде-клабе. Там Тарзан, Киркоров. По факту это и был как, можно это постмодерном назвать? То есть он шутил над вот какими-то звездами, там их всех разносил в прожарке. И постепенно он сам стал такой же звездой. Сейчас Павел Воля и Киркоров для меня, они примерно в одном где-то находятся списки. Мне кажется, они даже до возраста, да? Да, я вот сейчас, ну интересно, как дальше будет развиваться. То есть будут ли вот андеграунд-комики со стендап-клуба номер один, допустим. Будут ли они дальше так развиваться? Но мне что-то подсказывает, что нет. Потому что у них фундамент изначально другой. Павел Воля, это все равно как бы, ну, человек как бы с бизнес-подходом, так скажем. Мне кажется, сейчас все больше людей говорят, что вот стендап-клуб номер один, он такой... Популярный стал. Ну он тоже, он тоже... Не, они говорят, что когда начали кататься по городам уже... Не, мне кажется, что вообще, в принципе, сейчас та волна интереса к стендапу, она подутихла на процентов 70, наверное. А что будет дальше? Это из-за паузы большой. Что будет дальше, анекдоты? Вот, типа, всегда говорят, что... Цикличное, цикличное. Цикличное, да. Вот, что сейчас пойдет? Переосмысление... Вот, если честно, я хочу вам сказать такую вещь. Я тут об этом думал. Вы знаете о шоу импровизации? Ну, типа, не шоу импровизации, а именно кружки, импровизационные кружки, которые в Штатах, в 50-х годах. Мы выходим четвером, нам в зале говорят, типа, два слова. Пример, типа, тигр в лес, тигр в лесу, да, и вот мы, типа, должны это делать. Прости, что прерву, мы так начинали в КВН играть в восьмом классе. У нас была команда, мы неделю ходили на репетиции, ничего не придумали. Вообще ничего, ни единой шутки. Мы такие, ну что, будем импровизировать тогда. Нам хочется КВН. Ну, получается. Мы, знаешь, в восьмом классе, мы там со всеми дружим, нас все знают. Сейчас пацаны выйдут, сейчас Володька, Серега, Вася, сейчас они вообще что-то нам покажут. Друзья нас снимают на видео, мы вот так вот выходим и такие, это визитная карточка. Мы там такие, дайте нам тему, мы будем импровизировать, дайте нам какую-нибудь тему. Все в зале такие, члены жюри такие сидят, дайте им тему. Ну давайте, нам что-то крикнули, давай ресторан. Мы такие, значит, случай в ресторане. Ну и началась эта импровизация. Наши друзья, конечно, здесь сидели смеялись с телефона. Юра Пучков снимал на видео, там он просто смеется, не переставая его, так как его друзья позорятся вообще. А ты Соня Алексеевна еще на зуме и вот так вот просто. Соня Алексеевна и так плохо снимает, когда вот так трясешься, это просто белый, ты листочек смотришь, Такое же будет у тебя ощущение от просмотра. Как-то ко мне подошел муж и говорит такой, а не задолжите мне 50 рублей. Ну я ему, конечно, дал, но потом подумал, а как ты собираешься мне их отдавать? Отвечу, а я, ребят, я пытался зафиналить, правда я пытался, у нас уже времени. Простите, нам так нравится вчетвером, мы будем там жить, конечно. Спасибо. Вы можете уйти. Извините. ПОСМОТОРА Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин